Донбасс О значении культуры, о людях искусства, которые уже сегодня начинают строить новый Донбасс. Смотрите дальше в выпуске. Мы начинали вот с трех наших фильмов волонтерских, которые введены идеей того, как украинцы меняются после Евромайдана. Мы думаем, что три феномена фактически в Украине можно наблюдать. Это феномен волонтерского движения, добровольческое движение и про то, как украинцы становятся гражданами. Ненависти нету, мести тоже нету. Есть правда. Вы стоите сейчас на этой земле, а кто-то приходит и хочет поработить, захватить. За что? Почему? За то, что мы добрая нация? За то, что мы всех принимаем? Только за это? То, что какой-то Путин пришел и забрал у нас Крым? Так не будет. Это фильм «Наша благодарность» и наш вот такой кинематографический ответ тем ребятам, которые защищали и защищают нас, и многие из которых уже вечно живые. Восток Украины. Донбасс. Сложная и неоднозначная тема для освещения в искусстве. Для кинорежиссера Ларисы Артюгиной это не просто материал для яркого фильма. Для нее это сама жизнь, которую она пропустила сквозь собственное сердце и чувства. Ее близкое знакомство с Донбассом произошло во время работы для проекта «Вавилон-13». Тогда она с коллегами снимала документальное кино о трагических событиях в Украине. Именно благодаря кино и родилась общественная организация волонтеров «Новый Донбасс». Отец небесный, я прошу Тебя о благодати для ребят, которые находятся сейчас в плену. Боже, я молю Тебя о том, чтобы Ты дал им мужество. Я молю тебя о том, чтобы ты дал им терпение Я молю тебя о том, чтобы ты дал им долготерпение И я молю тебя о том, чтобы ты дал им веру Абсолютная киношная история про новый Донбасс Потому что появление нашей организации Было связано непосредственно с войной И с моей работой кинорежиссера Так как я снимала документальный фильм Как мы стали добровольцами И ездила соответственно на фронт Это было такое кинонаблюдение за добровольческим батальоном Донбасс И в один из моих приездов ко мне подошел доброволец Артем Бутов И обратился с просьбой Это совершенно было нетипично, потому что обычно добровольцы ничего не просили Он сказал, что у него есть мечта и просит помочь осуществить эту мечту А мечта была в том, чтобы дети пошли в школу В школу в Николаевке, которая была разгромлена Где он вырос, где работает его мама Он прямо меня попросил, помогите мне восстановить школу И волонтеры взялись за восстановление школы номер 3 в городе Николаевке Но на этом не остановились Далее были и другие школы на прифронтовых территориях Донецкой и Луганской областей И самое главное, акцентирует Лариса, их волонтерская группа Актеры, художники, сценаристы, музыканты, драматурги, психологи Налаживают живой диалог с детьми Ведь именно они более открыты к общению, нежели взрослые Это пальцы Можно даже, кого кисточки не хватает Очень запросто, это очень интересно Я сама всегда так рисую Посмотрите на мои руки, мы только что рисовали Наша философия заключается в том, что мы уверены, что построить новую Украину Возможно, только построив новый Донбасс И, соответственно, для того, чтобы это произошло Нужно разговаривать с детьми в первую очередь Потому что только через детей можно достучаться к сердцам их родителей Вот таким образом родилось наше движение волонтерское Ты здесь в Николаевке видел танки? И что, они стреляли или просто ехали? Стреляли тоже Сначала в станцию, а потом пошли уже наши украинцы С силой Когда мы начали восстанавливать школы То, естественно, моим желанием, как и режиссера, было снимать Но, тем не менее, у нас было несколько операторов Которые снимали процесс восстановления школы Это была абсолютно волонтерская работа И таким образом мы сняли фильм «Богданова счастья» По мнению Артюгиной, любые проявления культуры, искусства Дают возможность беседовать, слышать друг друга Искать общие пути для творчества Которые способны раскрывать сердца Проявлять лучшее качество детей И главное, возвращать их в мирную жизнь Вот эти все детали нам теперь уже не нужны Мы показываем диалог между мальчиком и девушкой Кристинка Люльченко создала детскую киностудию И снимала с детьми фильмы Ленка Макаренко наша танцевала Хип-хоп учила детей танцевать Хип-хоп У нас был журналистский кружок Живописи кружок Вот разные люди из культуры Кто что умел, то и делал с детьми Параллельно физически восстанавливая школу Вот так родился Новый Донбасс Это было в Донецкой области А в 15-м году мы уже поехали в Луганскую область В Станично-Луганский район Где помогли восстановить три школы В Нижне-Теплом, в Платине и Кондрашовка в самой Станице Принцип работы волонтеров творческих профессий Это помощь жителям прифронтовых населенных пунктов В двух направлениях Гуманитарном и культурном Именно такое сочетание наиболее эффективно И уже сам фильм доказывает Что диалог возможен при любых обстоятельствах Говорит режиссер У нас появился главный герой Богданчик Это мальчишка 7 лет Который очень пристально за нами наблюдал Потом жутко с нами подружился И он фактически стал таким проводником По истории про то Что такое война Как они пережили войну И как приехали волонтеры Кто это такие эти волонтеры И как в конце концов появилась дружба между нами Любовь Сознание обычного украинца С ним нужно работать Его необходимо менять Стремиться к лучшему Для этого Лариса с командой создают те фильмы Которые актуальны для взрослых и детей со всей Украины Богданова «Счастье» Именно такая кинолента Но авторы делают ставку на обязательном обсуждении после показа Мы делаем очень много авторских показов по всему миру В Европе, в Америке И мы не просто показываем фильм Для нас фильм это очень эмоциональный, глубокий повод Поговорить, устроить дискуссию с зрителями, с авторами И более того, со зрителями с разными взглядами с разных континентов И стремимся к тому, чтобы был одновременный показ Вот в Украине, например, там где-то в Луганской области Или с переселенцами И вот в Вашингтоне Вот у меня был опыт И после этого мы обсуждали фильм «Богданова счастье» И для нас очень важно прямой диалог людей с разными взглядами С разных стран и с разными подходами Фильм рассказывает о трагической судьбе современных жителей Востока Украины И о том, что война еще не закончилась Тем не менее, он позволяет нам стать более человечными Осознать всю глубину чужой боли, считает автор И не случайно учителя истории в украинских школах Хотят показывать именно фильм «Богданова счастье» И мы будем его обсуждать с детьми Это будут авторские обсуждения И если нам удастся, то будем делать вот такие телемосты С разными городами, селами, местечками Украины Для того, чтобы люди видели друг друга Чтобы слышали друг друга и находили общий язык Я вот позавчера была в Белой Церкви Где в школе номер 15 показывала фильм «Богданова счастье» И разговаривала с детьми Я у них спросила, а что мне передать Богданчику? Вот вы посмотрели фильм, где в течение всей истории Богданчик мечтает получить украинский флаг И в конце мы ему дарим этот флаг И говорю, что ему теперь сказать? Как вы понимаете, что такое Богданова счастье? И ребята мне сказали, передайте Богдану Чтобы он всегда оставался таким сильным духом И таким счастливым Потому что он настоящий патриот Психологи, которые много лет общаются с детьми Видевшими войну, утверждают, что искусство способно излечивать Неокрепшую, израненную психику детворы Лариса Артюгина с друзьями-киношниками Положили начало еще одному виду современного творчества На этот раз максимально приблизив юных творцов К профессиональному делу Самостоятельно подготовить и снять собственный игровой фильм Расскажу о нашем чудесном проекте Который мы делали Летний кинолагерь мира Совместно с партнерами Желтый автобус, Слава Пилунский Мы делали такой вот большой праздник в кино Мы отбирали детей с прифронтовой зоны Это Маринка, Красногоровка Станица Луганская, та же Николаевка И те, кто интересуется кино И исполнен кино Мы их летом привезли на море В Одесскую область, в Сергеевку, в лагерь И в течение двух недель обучали снимать кино И вместе с ними снимали кино А безусловно мы помогали И была самая лучшая техника Самый лучший оператор Но работали по-настоящему днем и ночью Вот она Вот это дети наши сняли в кинолагере Ну чуть-чуть покажу, похвастаюсь Парсук продакшн представляет Мальчик переселения с Луганска тоже Жила в Луганске 14 лет И до начала военных действий Я, моя мама и младшая сестра Мы выехали из Луганска Хорошая такая девочка смышленая Ну они, конечно, золотые дети у нас Особенно те, которые пережили войну Они такие добрые Они такие, ну вот другие Такие взрослые Прежде чем приступить к работе Юным творцам предварительно читают лекции И дают мастер-классы от известных кинематографистов Это девочки, молодые режиссеры Они у меня были хоть руками Мы договорились, что Ну вот у каждого киноотряда Был свой художественный руководитель Далее дело перешло к практике И началась самая интересная в их жизни работа Задача режиссера четко держать направление Дети придумывали сценарий Учили роли Снимали, монтировали Опытные взрослые только наблюдали Изредка помогали И специалисты утверждают, что у новичков Все было очень профессионально Дети создавали свои киногруппы Сценаристы, операторы, режиссеры, актеры, звукорежиссеры Организаторы обращают внимание на то, что это была не игра в кино Фильмы снимались и монтировались на профессиональной технике Включая квадрокоптер Как итог, высокая оценка профи Короткометражки юных дебютантов На тему снов синие птицы Получились действительно интересными И разноплановыми Достойными внимания широкой публики Они сумели сделать четыре замечательных фильма И это был такой очень яркий опыт Потому что в это время они еще и получали мастер-классы по миротворчеству И это было довольно сложно для детей Но они большие молодцы И они нам говорили Только не нужно нас жалеть Наоборот Давайте будем вместе что-то делать А не жалеть и вспоминать о том, какие мы бедные, несчастные и переживающие войну Дети очень скучают друг за другом Особенно вынужденные переселенцы И очень хотят мира, говорит Лариса Но тем не менее она уверена, что с ними нужно говорить о войне Выслушивать и объяснять Ведь дети живут в этой реальности То, что мы увидели в лагере, в кинолагере Это желание и потребность детей разобраться и говорить об этом конфликте И когда приехала Юлия Харашвили из Тбилиси Она специалист по миротворчеству и делала лагеря мира Абхазские дети, грузинские дети и так далее И она им рассказала о том, что, знаете, вот такая реальность Мы живем в конфликте уже 20 лет Это очень повлияло на наших детей У них вдруг пропал вот этот пафос трагедии Они поняли, что они не единственные Но, к сожалению, да, вот так бывает, так происходит И что есть выход из этой ситуации Что это не тупик Да, есть вот другие дети в мире, которые точно так же переживают И умение выйти из конфликта Стратегии выхода из конфликтов Было очень востребовано Но самое главное, говорит Артюгина Дети не просто узнали секреты удивительной кинематографической профессии Для них было гораздо важнее понять и осознать Что в Украине нет разницы между Востоком и Западом Это только мифы, которые благодаря их верной дружбе развеялись Как зыбкий синий дым над бескрайним морем Очень важно через кино для нас Через кино устанавливать вот эту прямую связь От сердца к сердцу, от глаз к глазам И поэтому поддержка документального кино Создание документальных фильмов Их распространение и донесение до зрителя Это та работа, которую делает сейчас гражданское общество Кинематографическое, украинское Которое нужно очень поддерживать Донецк, я украину! Дом, это семья, там где меня пьет